Котаны и котейки, привет! Вы смотрите Велоновости на канале Марьянов Тим. И сегодня мы узнаем про новую покрышку для гревелов, про самый легкий электровел в мире, про то, как переживают карантин сами производители велосипедов. И затронем очень сегодня популярную тему, где все велосипеды и откуда берутся такие конские ценники. Итак, приступим! Компания Максис выпустила новую модель полусликовых покрышек для гревелов. Под названием Рецептор. Покрышка предназначена для хорошо уложенного бездорожья. Так, стоп. Хорошо уложенного бездорожья? Звучит как дороги в Украине. Модель Рецептор имеет следующие спеки. 40 мм для 700C колеса и 47 мм для 650B колеса. Долл компаунд, 120 TPI, усиленные боковины с экзозащитой. Естественно, тюблесс-реди, то есть бескамерка. Вес для 700 колеса 417 грамм и вес для 650 колеса 484 грамм, так как шире. И стоит все это удовольствие каких-то 70 долларов. В Максис говорят, что эта покрышка будет подходить для людей, катающих по гладкой поверхности, с частичными выездами на приключения по бездорожью. И в утверждении про бездорожье что-то есть, так как мы можем видеть в центре 20 мм сликовую секцию, а по бокам Максисовский фирменный L-образный протектор. Английская L наше G. В компании Максис с ними носятся, как с курицей, несущие золотые яйца. И чего уж тут молчать. Я сам предпочитаю покрышки Максис с L-образным протектором, так как он реально работает. Кстати, для тех, кто хочет набрать пару дополнительных лайков в инстаграме, модель рецептор скоро появится с рыжими боковинами. Компания Терабайкс обнародовала свою работу над, возможно, самым легким выносом для МТБ велосипедов. Вынос носит название «Эмблема» и весит всего лишь 99 грамм. Это очень мало. К примеру, даже ультралайтовые китайские выносы Уна весят в районе 140 грамм. И при этом вынос компании Тера сертифицирован ИСА-4210-5. Я понимаю, что для многих сейчас это ничего не скажет, но коротко. ИСА-4210-5 это сертификат безопасности, для получения которого деталь должна пройти нагрузочное испытание в температурах от минус 5 до плюс 60 градусов. И для веса в 99 грамм это впечатляет. Вынос же изготовлен на фрезерном ЧПУ. И на данный момент производится всего в одном размере. Это 40 мм под 35 руль. Что забавно, вынос выпускается в двух вариантах. Первый с титановыми болтами за 180 долларов, который, собственно, и весит 99 грамм. И второй вариант на стальных болтах за 140 долларов, который весит 110 грамм. Вы ведь уже чувствуете, где можно обмануть систему. Покупаем вариант на стальных болтах за 140 долларов и докупаем титановые болты с Алиэкспресса за 8 долларов. Вуаля, 32 доллара сэкономлено. Бутюковая компания HPS Bikes, которая по большей части занимается изготовлением кастомных велосипедов, заявила о выпуске самого легкого электрошоссера в мире. Модель под названием Domestic весит всего 8,5 килограмма. Уже с мотором и батареей. Чтобы добиться такого результата, нам пришлось обратиться к ведущим инженерам Формулы 1. Заявляют в HPS Bikes. Честно, я долго пытался разобраться, при чем тут Формулы 1 и ведущие инженеры. А потом в сторонней статье увидел мимолетное упоминание, что HPS Bikes заказывают детали у некой конторы, которая изготавляет высокоточные детали для Формулы 1. И, собственно, тут все стало на свои места, так как Pedal Assist от компании HPS имеет нестандартную конструкцию, которая требует использования тех самых высокоточных деталей. При всей красоте и весе велосипеда HPS Domestic, он сможет проехать в режиме ассиста до полутора часа. А мощность ассиста составит всего 192 ватта, при максимально крутящем моменте 20 ньютон-метров. Ну и самое вкусное, это, конечно же, цена, которая составляет 12 тысяч евро. И, исходя из такой цены, у меня крутится только один вопрос. Кого HPS считает своей целевой аудиторией? И они, ребята, не глупые, понимали, что будут такие вопросы, поэтому сразу на сайте все расписали. Мы создавали Domestic для тех, кто хочет кататься с более сильными друзьями и не отставать, для тех, кто хочет проехать сегмент DHS без особой подготовки, и для тех, кто после травмы хочет продолжать кататься, не понижая кураж. Это все, конечно же, звучит красиво, но за 12 тысяч евро я себе найму личного тренера, который меня подготовит и к поездкам с более сильными друзьями, и к сегменту по Алип-де-Хуэзу, и поможет быстро выкарабкаться после травмы. Корреспондент VitalMTB взял интервью у CEO, то есть генерального директора компании Santa Cruz, Джо Грэнни. Интервью очень интересное, потому что Джо рассказывает, как выживается от начала карантина до сегодняшнего дня именно глазами велопроизводителя. И все интервью длится в районе 30 минут, поэтому я попробую выдернуть самые интересные моменты и как-то их пересказать. Итак, март 2020. Во многих странах объявляется карантин, начинают закрываться границы, и в компании Santa Cruz понимают, что сейчас люди будут ужиматься, сидеть дома, и продажа всех товаров, включая велосипеды, упадет. Поэтому можно со спокойной душой закрываться на карантин и ждать лучших времен. Еще раз, это март. А уже в апреле отдел продаж Santa Cruz получает заказы, которые в 2-3 раза превышают объемами заказы прошлых годов в эти же месяца. И Джо рассуждает, что скорее всего такой казус получился из-за отсутствия коммуникации между магазинами и производителями велосипедов. Так как если бы производители велосипедов в реальном времени знали про такой ажиотаж, то они бы что-то придумали, даже несмотря на карантин. А получив огромные заказы, велосипедов не то чтобы не хватало на складах, их в принципе там не было, потому что фабрики стояли. Ну и конечно же в компании Santa Cruz начали пытаться быстро выкрутиться из этой ситуации. Отдел закупок начал быстро раскидывать заказы на весь необходимый обвес. И тут их ждал очередной сюрприз, потому что, к примеру, заказав седла, производитель седел сказал, ребята извините, но ближайшая поставка седел может быть не раньше, чем через 400 дней. Конечно же таким позициям пришлось быстро искать замену. Получив все необходимые детали, надо было приступать к сборке велосипедов. И Джо рассказывает, что на помощь звались все. Дети, жены, друзья, друзья, друзей, друзья. Плюс ко всему еще и запустили ночные смены. Конечно, Santa Cruz проще, чем многим другим брендам, так как часть велосипеда, а точнее рамы и обода, они производят сами. И все их велосипеды собираются на их же фабриках. Да, у них несколько фабрик. То есть, пока другие бренды стоят в очереди на изготовление рам, ободов, на сборку велосипеда, Santa Cruz это все пропускает, а как делает сам. И даже несмотря на выигрышное положение в скорости производства, на сегодняшний день Santa Cruz отгружает свои велосипеды через 8 месяцев после заказа. Кстати, на момент интервью Джо упомянул, что совсем недавно им подкинули новый сюрприз. Их поставщик картонных коробок сообщил, что ребята, в ближайшие пару месяцев картона нет. И как вывод из вышесказанного, мы действительно видим, что на велорынке образовался некий ажиотаж. И действительно, велопроизводители с ним не справляются. То есть, есть дефицит. Соответственно, цена растет. И это все полбеды. К примеру, буквально на днях в локальном магазине Днепробайк завезли контейнер свежих полигонов. Я подъехал посмотреть и случайно пересекся с директором магазина. Что я от него узнал? Что уже зимой фрахт контейнера поднялся в 4 раза от исходной цены. Весной же ожидается подъем в 7 раз от исходной цены. То есть, хотим мы того или нет, цена на велосипеды в грядущем сезоне будет расти. И, возможно, если вы решили в этом сезоне купить велосипед, то сейчас самое время. С другой стороны, все, кто знаком с рынком, ценных бумаг, валют, да любых активов, знают, что цена бесконечно расти не может. Да и стоять на месте не может. Всегда есть откаты, коррекции. И рано или поздно цена на велосипеды должна пойти вниз. Так что нам остается надеяться на лучшее. А пока, всем спасибо за просмотр. Счастливо и до новых встреч!